Продолжение следует... Мужа. Ага, тут, тут, конечно, перебиться с выводами не стоит, потому что еще не совсем понятно, действительно ли ваш муж имеет проблемы с алкоголем, или это у него только такое увлечение. Вот. Хотя и безусловно, безусловно, это такой настораживающий фактор, конечно же, потому что у человека могут быть проблемы с алкоголем. Вот. Так или иначе, но это одна сторона. А вторая сторона проблемы заключается, на мой взгляд, в том, что вы прощаете ему то, что он делает, без каких-либо выводов, без каких-либо решений. То есть, вот вы говорите, что вы помирились, да, после того, как он вам изменил и жил с этой женщиной. Допустим, допустим, что вы простили его, его. Это, как бы, ваша права и, в общем-то, хорошо, если простили. Так, а дальше-то, что? То есть, какие выводы вы сделали? Были ли их приняты решения вами какие-то? Вот. Потому что, если вы его просто простили, а ситуация не изменилась, да, то есть, вы, к примеру, не делали ничего для того, чтобы как-то вот понять, да, из-за чего он так себя вел, и почему он вообще познакомился с женщиной, изменил вам, и так далее. это, это же о чем-то говорить, да, это же свидетельствует о наличии, к примеру, проблем в ваших отношениях. но тут такое впечатление, что вы ничего не сделали, не выяснили, не выяснили, по какой причине мужчина так себя вел. вот. А далее, что интересно, это то, что вы интересуетесь им. то есть, вы хотите, вы хотите понять именно человека, да, то есть, вы пишете вот, что он, меня мучает вопрос, почему он так делает. он так делает, потому что его что-то не устраивает именно в ваших отношениях, вот, ну, что-то ему не нравится, что-то, чего-то он недополучает. чего именно он недополучает, это, конечно, неизвестно, потому что тут нужно смотреть, что конкретно, значит, происходило между вами, что конкретно между вами было, было, потому что, ну, вот так вот, да, бывают какие-то, какие-то, пояснения, мне кажется, не совсем правильным будет, потому что слишком большой, большой риск ошибки. вот, но я думаю, что не нравится ему, скорее всего, то, как вы относитесь к себе, то есть, он с вами не чувствует себя мужчиной, вот, то есть, почему пьет, из-за чего пьет, это уже нужно выяснять при более пристальном анализе, да, смотреть ваши отношения, да, изучать их, исследовать, анализе проводить, вот, тогда уже будет понятно. Сейчас я думаю, что вам необходимо сопредоточиться в большей степени на себе, нежели чем на нём, вот, сейчас вам нужно больше думать именно о себе, а не о нём, вот, и постараться ответить на вопрос, почему именно вас, почему именно вас, человек, так волнует. Какая у него, к ней любовь? Любовь у него, к ней, скорее всего, исключительно, м-м-м, такая, ну, расчётливая, скажем так, то есть, он к ней исключительно по расчёту. Она даёт ему то, что вы, в силу, ряда причин, дать не можете. Вот. Я не говорю, что не хотите, может быть, и хотите, но не можете, не знаете, не можете, не знаете, как, и так далее. Вот. То есть, здесь бы вам, м-м-м, вот, как раз, воспользоваться, воспользоваться этим моментом, который вам предоставился, для того, чтобы проанализировать, что происходит. Вот. Вот. И в следующий раз, если он решит, к примеру, вернуться к вам, уже так просто, на это не соглашаться. А требовать каких-то, к примеру, ну, к примеру, гарантий. К примеру, гарантий, что мы к чему-то придём, мы какие-то выводы сделаем, мы какие-то решения выработаем. И вот только уже на основании этого можно будет о чём-то говорить. Вот. А то так, знаете, он и будет возвращаться. Когда, вот, ему удобно, да, он, эээ, будет возвращаться. Когда ему, там, к примеру, надоест, то он опять, эээ, будет уходить. Вот. То есть, эта позиция, по сути, у вас очень, очень уязвимая, на мой взгляд. Вот. И здесь волей-неволей встаёт вопрос о вашей самооценке. Да? То есть, насколько вы цените себя, насколько вы любите себя, и как, как вообще, эээ, муж, эээ, ваш, ээээ, влияет, собственно говоря, на вас. То есть, как конкретно он на вас влияет. То есть, насколько сильно вы, к примеру, от него зависите. Вот. Вот. Если, если зависите. Эээ, насколько сильно, к примеру, вам без него плохо, если плохо. Вот. То есть, что конкретно вы чувствуете, например, например. Вот. То есть, это всё очень важные моменты, которые необходимо разобрать. Для того, чтобы вы и мы лучше понимали, что между, эээ, вами происходит. И тогда уже смогли бы дать вам, эээ, к примеру, рекомендации. Да? Что подкорректировать вам, что подкорректировать ему и так далее. Вот. Пока что я думаю, что вам, эээ, своему мужу, ээ, лучше всего будет написать, эээ, к примеру, вот, амортизационное письмо. Вот. Подробнее об этом можете, допустим, почитать, эээ, в интернете, вот. То есть, в интернете есть информация об этом. Я думаю, что вы сможете это сделать. Вы сможете написать, эээ, такое вот амортизационное письмо. Вот. И это может, эээ, послужить, к примеру, эээ, толчком, причём, причём, таким, достаточно нехилым толчком для налаживания ваших отношений с мужем. Конечно, при, эээ, ну, при наличии у вас соответствующего поведения, естественно. Потому что без поведения здесь, эээ, мало чего можно добиться, добиться. Вот. Ну, опять же, многое зависит от того, чего вы хотите. Понимаете? То есть, вот, эээ, вы не поставили вопрос, эээ, вы не поставили вопрос так, чего вы хотите. Вы хотите, эээ, к примеру, мужа, мужа вернуть. Это одно, если вы хотите его вернуть. Если вы хотите, эээ, мммм, чего-то другого, да, это, это другое. Вот. Одно могу сказать точно, что муж ваш, эээ, он чувствует себя именно недолюбленным. По какой-то причине. По какой причине я это, этого, конечно, конечно, не знаю. Вот. Но он чувствует себя именно, именно недолюбленным. На что указывает его проблема с алкогольным, тот, что человек пьёт. Вот. Потому что люди, да, они, вот, как правило, пьют, когда нуждаются в любви. Вот. Вот так, эээ, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Эээ, надеюсь, что, для вас это было, было, полезно. Эээ, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете, эээ, написать мне в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.